Сегодня у нас в центре внимания колонки Warfidel 8.1 тыловые, маленькие полочники, про них рассказ будет в отдельной серии, там про то как они звучат и я пока сам даже не понял, ну примерно так представляю, такие средненькие вроде бы по звуку, но сегодня не про Toritch, а про их вот это вот заднее подключение, то есть мы видим колонки сзади и там четыре клеммы, две красные, две черные, это называется BeWiring, я так как раньше никогда не сталкивался с такими аудиофильскими в кавычках колонками, у меня всегда были только там советские или какие-то музыкальные центры или китайские ПК колонки, впервые вижу BeWiring, ну это колонки естественно что они пассивные, то есть как обычные пассивные полочники и их нужно подключить к усилителю и для этого нам предлагают вот эти вот четыре клеммы, почему четыре и не две, вот непонятно, ну естественно что загуглив там все это становится на свои места, становится понятно для чего это, но тем не менее я это воспринимаю как какой-то дешевый понт на таких, ну это конечно не новость, этим колонкам наверное лет пятнадцати и BeWiring уже народ давно его еще там лет двадцать может быть назад увидел вживую, да, если не больше и все к этому привыкли, но так как у меня были только советские колонки или там какие-то попроще, то для меня это новинка и что вообще это такое, для чего это существует, ну это как бы у вас, допустим на примере двухполосных колонок у вас есть ВЧ динамик и есть НЧ динамик и получается что клеммы, их две пары, одна идет напрямую только на ВЧ, вторая только на НЧ и они друг с другом как бы не соединяются вообще никак и это как бы ну с одной стороны дает какая-то там развязка и как бы лучше типа звук короче становится, что они друг на друга во-первых не влияют, во-вторых подключать такие колонки если по BeWiring необходимо двумя проводами, то есть на каждую колонку нужно два провода, четыре значит две колонки, четыре провода, это как бы увеличивает, ну то есть у нас получается два провода суммируется, получается сечение толще, значит вроде как и звук лучше и качество лучше и так далее, но это все как такое пахнет аудиофилией конечно, даже не аудиофилия как это называется эзотерикой, аудио эзотерикой такой, поэтому тем более на таких простых недорогих, не особо дорогих колонках мне это было смешно, ну потыков, попробовав можно ведь, естественно что у всех таких колонок вы не обязаны подключать именно четыре провода, можно включить просто два, для этого существуют перемычки штатные, либо штатные, либо можете сделать из какого угодно хотите провода медного, там более качественного, ну я сегодня этим не занимался, я просто сравнивал как они звучат с перемычками, а перемычки такие, ну какой-то металл, латунь, не знаю что выглядят они вот так вот и они замыкают эти контакты и это соответственно у нас получается можно включить одним проводом, просто один конец сюда, другой сюда, а там дальше мы уже между собой соединены ну вопрос в том, то есть у нас получается уже подключение обычное, традиционное, так вот вопрос в том, как, в чем разница в звучании то, есть ли смысл в этом бивайринге, конечно есть люди, которым важна вот эта церемониальность какая-то, важно не столько звук, сколько какие-то ритуалы вокруг колонок там подключить, там да, как вот, кто любит пить чай из подстаканников каких-нибудь там золотых, там размешивая с ситечком там чайным, да, из Англии там как в той книге, или ложечкой, так вот, конечно для любителей церемониала это все будет душу греть, типа вот ну и вообще это выглядит более солидно, типа вот смотри у меня настоящая аудиофилия здесь, да, но фактически я-то в это не верю, как это на звук влияет, я вот сегодня сравнил, но честно говоря результат непонятный, я-то не понял, скорее всего разницы никакой нету, вы может быть там на видео услышите, я тоже может услышу, когда я это смонтирую, но так на слух как бы по-моему разницы нету, и мне даже показалось, что по бивайрингу почему-то даже хуже получилось, хотя вроде бы все работает, но дело в том, что когда у вас вот такая схема, особенно когда у вас перемычки сделаны из вот железяки вот этой латунной, то возникает проблема, которой нету обычных колонок, в том, что не всегда контакт хороший, не всегда у вас вполне может быть, что вы подключили, а у вас допустим не работает ВЧ-динамика, вы этого можете даже и стерео как бы не особо заметить, я это естественно проверил, все работало, но все равно какое-то вот такое, короче у меня сложилось ощущение, что одна колонка по бивайрингу звучит как будто бы чуть тише, чем другая, что ли, хотя вроде бы вот все проверил десять раз, а по обычному подключению они звучат одинаково, почему не знаю, что это такое, может мне показалось, ну короче говоря, разницы я особо не услышал, и ну не знаю, смысла в этом нет, это просто самовнушение, скорее всего, на данном классе акустики, может быть на какой-нибудь там, которая стоит там 200-300 тысяч рублей, может быть там этот бивайринг чуть-чуть что-то улучшит, выводы делать вам, я просто вот сегодня так попробовал там, что-то переключал, может быть действительно разница какая-то есть, а может нет, это мои просто сегодняшние наблюдения, может быть если у меня будут когда-нибудь там колонки более крутые, я там что-то сравню, вдруг они заиграют, может быть эти не особо отличаются, другие зато будут отличаться, но штука такая немножечко странная, и когда производитель вкладывает деньги в дополнительные клеммы, хоть они и стоят вроде бы недорого, но тем не менее, значит он на чем-то другом, возможно, экономит. Ну а говоря про эти колонки, я про них потом расскажу, ну звучат они как-то так, конечно, не особо, не фонтан, скажем так, но и не то чтобы сильно плохо, Warfield Dale, да, сделано в Англии, хотя что-то слабо верится, мне кажется это Китай, да и не важно где сделано, главное как звучит, но об этом в следующих сериях, а сейчас сможете послушать, как это записалось там у меня, по bewiring, bewiring, такое мощное слово, красивое, но не путать с биампингом, потому что биампинг это вообще совсем другое, это вот просто подключение в 4 провода. Ну еще забыл сказать, что bewiring такая штука интересная, что если вы человек невнимательный, то не особо понимающий, что вы делаете, что нельзя, например, пересекать плюс и минус на проводах, то bewiring вам предоставляет легкую возможность спалить свой усилитель или хотя бы отправить его в защиту, потому что при каком-то долбанском подключении неправильном можно сжечь усилитель, наверное, закоротить плюс и минус, ничего хорошего. Для колонок-то, наверное, ничего не будет, для усилителя это будет больно, а на обычном все-таки как-то такая возможность исключена. Ну и, наверное, те вот перемычки металлические, которые штатно идут, они тоже могут как-то влиять на звук, хотя я в это как-то не особо верю, но железки, да железки, что они проводят звук через себя, они не знаю, с чего они сделаны, латунь какая-то. Может быть, по этой причине как-то что-то отличаться будет. Может быть, если взять кусок такого же провода, как у меня, только мне его жалко резать, он слишком хорошо звучит, айвовский. Кусочек взять от него, допустим, сделать перемычку из кабеля, а не из железки, то тогда будет лучше звучать. Потому что эти перемычки, я знаю, многие меняют на какие-то, ну просто на куски кабеля хорошего, высококачественные, аудиофильские, и таким образом, может быть, это как-то тоже влияет, не знаю. Хотя это колонки не того уровня, чтобы на них вообще что-то влияло. Это уровень, ну так, чуть выше советского, может быть, почти примерно то же самое, что советские, советские полочники. Он и она Только двое стоят У подъезда Только двое Он и она Ощущается близость Ощущается близость Рассвета Дай, согрею, рука Холодна Только двое На улице Этой Только двое Он и она Времена Случай, может быть, обыкновенный Но такие у нас времена Только двое Только двое Летят По вселенной Только двое Он и она Только двое Он и она Летят По вселенной Только двое Он и она Только двое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok